Уже третий год подряд «Радость» организовывает большую акцию в помощь животным. На предложение педагогов сада откликнулись все родители. На этот раз удалось собрать более 70 килограммов сухого и влажного корма для кошек и собак. Я сначала помогала от себя лично в группе «Право на жизнь», а потом уже предложила своей группе родителям, они поддержали меня. Сначала одна группа приняла участие, затем вторая группа, а потом уже весь детский сад, все сотрудники, родители и дети присоединились. Помогать бездомным животным нужно всегда, уверены и родители малышей. К тому же подобные акции не только несут пользу для хвостатых и усатых, но и для самих жителей. Мой ребенок с большим удовольствием, она ждет, что отнесет корм, ей это все нравится, способствует развитию наших детей в таких чувств, как добра, желательность, сочувствие, сострадание. Она также прививает чувство ответственности. Более того, бездомных животных бояться не стоит. Учат в саду маленьких воспитанников. Здесь регулярно проходят беседы с детьми. Учат правилам поведения с уличными собаками и кошками. Не убегать, не махать, не играть, но при этом помогать и заботиться. Что котики милые, муррукают, но еще когда они приходят, они поют песенки, мур-мур-мур. А собачки милые, потому что они бывают пушистыми. Нельзя относиться к ним, чтобы их обижать и не кормить. Можно только кормить и хорошо о них заботиться. Если человек очень плохо сделал собаке, то собака отреагируется. Весь корм детский сад передал группе помощи бездомным животным право на жизнь. Для волонтеров это большой подарок. Ведь организация существует только на пожертвования горожан. Тогда как сегодня под опекой активистов находятся более 50 собак. Немало и кошек. Приносится это все в ветеринарный кабинет. Так как у нас отдельного такого помещения нет, где это все хранится. Поэтому приходится здесь. Что-то оседает здесь в кабинете, потому что здесь животные постоянно находятся. И остальное расходится по масштабным передержкам. То есть уличные передержки, у кого коты. Волонтеры приезжают, говорят, что им надо. Забирают, увозят. И потом уже по мере того, как заканчивается, приезжают опять. Помощников у права на жизнь не сказать, что очень много, но они есть. Масштабные акции регулярно проводят детские сады и школы города. А также просто неравнодушные жители. Поддержать бездомыши может каждый, чем сможет. Волонтеры всегда с радостью примут пеленки и подстилки для веткабинета, корм, а также помощь в перевозке животных или передержки. Кстати, сейчас свой дом ищут еще семь подопечных. Пока они живут в ветеринарном кабинете. Также ищем у хозяев, потому что они уже все кастрированные, все стерильные. Кого-то пытались выпускать, но они возвращаются почему-то обратно сюда. То есть да, всем нужен дом, семья, по возможности. Молодой Цезарь, добрейшая Шир, охотница Мулан, старушка Шапокляк и маленькая Грейси. Они давно готовы отблагодарить хозяев за заботу и крышу над головой. Волонтеры надеются, что рано или поздно каждый из подопечных обретет свой дом.